Вот это вот самое интересное, знаете, раньше меня-то очень возмущало, оскорбления все эти, да, А сейчас нет, потому что я понял, что мне кто-то там на небе специально подсобывает таких вот, ну, назовем их, мягко неадекватных людей, вот, они в своем праве, ему что-то не понравилось, и он высказывает это, ну, то, что хамство, а это еще что, это разве хамство, идиотская система, ну, понятно, вот, боится, Валерия Красиво, когда я представил, давайте вместе, Почему? Это очень важно, а еще у вас идиотская система верификации, к чему это все? Боится, Валерий Константинович? Я, знаете, как мне трудно было, к чему боюсь? Вот, я жизнью рисковал, я людей спасал, вот, я был главным этим самым, газоспасателем этого самого никелезавода на севере, вот, я при смерти был, Че, все, я, и от отравления, еще, меня резали после операции, просто операция, неудачная, тяжелая, ножницами вырезали куски мяса, я терпел, не боялся, я смерти не боюсь, Чего я боюсь, я ничего понять не могу, и вот я, давай разбираться, верификация, я решил так, если человек знает слово верификация, пусть мы все будем знать, Установление, это просто, истинности научных утверждений, посредством его опытной проверки, Вы понимаете, та дама, почему бы вот это вот, а это же где-то было написано, а не просто так, видите, это моя красивая книга, он взял и плюнул в меня, ладно, а сейчас он, допустим, посмотрит это, там же рядом мое объявление, да, вот, ареста Ольга, Почему ведетская система может быть? Потому что Ольга, она не влачила ничего, она не знает, есть какие-то, нет ее, она просто написала, почитать надо, вот, а это для нее не это, его запретили, значит, все, вот, Тусенков и прочее, вот, а я попробовал сам, смотрите, Установление истинности научных утверждений, посредством их опытной проверки, а усть истинных утверждений много, могу ли я считать истинным утверждением того, что, допустим, мы же не копаем глубоко, мы же в геном не полезли, да, я же научил, как выбирать самую мастерскую почку на дереве, для этого не надо лезть в геном, она просто и так самая, только выявить ее, а не то, что там, над ней поиздеваться, Помните, кислотой, вот, радиацией, сломать геном, вдруг все вырастет, и смотреть, что получится, уроды получатся, вот, а, но зато работа есть, зарплата есть, а здесь получается самое простенькое, если ты ветку отрезал, а на ней листья должны быть, пришло лето, а они не дают ничего, они не дают тот самый глюкозу, Для чего тогда это самое, его проверять-то? Ну, проверка существовала, я вам показывал сотни искоречных деревьев, больных, несчастных, изуродованных этими уже гусеницами, жуками, клёй, и тут же рядом деревьев, которых не подходил, не это, никто, Елена Александровна, подтвердите, Чистенькие листья, ни одной дырочки, не это, вот, как это, допустим, назовем это, раз я это, ну как, утверждаю, но именно практика, а здесь видите, посредством проверки, Все мои сотни фотографий, где чистые листья абрикосов, и летом, и весной, и осенью, всё это и есть опытная проверка, ладно? А у неё-то, у той Ольги, которая вместо меня на моего брата напала, а у неё какая система, она же даже не пробует, это же надо вырастить абрикос, Оставить его со всеми ветками, убедиться, а Ваулин-то что? Вспоминаем, ваш брат, Ольга, ваш брат учёный Ваулин, я сейчас не Сергею говорю, ну, у него, может, не всё в порядке, вот, ну, как, он, может, другие понятия вкладывает в это, вот, А, кстати, с точки зрения науки, у него действительно идиотская система абрикосов, это значит, что Бога нет, а Он доказывает, значит, это самое, деревья должны быть дикими, а потом культуриваться, а он заявляет, что деревья сначала были культурные, конечно, это идиотская система, пойди, проверь, что было 10 тысяч лет назад, да, Сергей, чего обижаться на меня, то есть на вас, палки-палки, это действительно идиотская, но это крайности, я специально взял крайности, а теперь смотрите, ещё раз, установление истины посредством опыта, ну, смотрим, значит, вот эта дама, кандидат наук, берёт, накидывает сюда снег, так, и закрывает для того, ну, уже догадались, для чего, а, тут не надо у неё спрашивать, а, Платонова, нахрена ты это сделала, сохранить как можно дольше снег, чтобы как можно дольше дерево, не это, не просыпалось, так же, что происходит на самом деле, оно ещё и поделилось, происходит на самом деле следующее, видите, я, вот тут уже земля, видите, а почему вот это вытаило, а почему это вытаило, ну, тут дураку понятно и мне понятно, вот это и есть верификация, ну, именно в чистом виде, то есть, дерево имеет тёмную окраску, вот там, смотрите, видите, палка воткнута, и вокруг неё, что вы видите, воронку, она не спасает корневую шейку, она сухая, мёртвая, она просто тёмного цвета, Ольга, она тёмного цвета, я к Сергею не обращаюсь, он же не объяснил, в чём я идиот, вот, для него это как, понятно, так вот, ему понятно, а нам нет, итак, тёмный цвет притягивает солнце, и кора, в одном случае, сухая палка, кора нагревается, когда она нагревается, вытаивает воронка, это часть природного явления, почему деревья имеют определённый срок жизни, если бы воронка не образовывалась, оно бы и раньше бы сгнивало, внимание, я не болту, может быть, даже Сергей извинится, хотя у них не принято, у этих, у хамов, извиняться, вот это вот я как бы взял, смотрю, выроди издали, а это моя груша, моя, снег был высокий, в этом году многовато было, она на холме сидит, и всё равно, кажется, незаметно, а это наблюдательно, я говорю, Серёжа, смотри, подвожу, покажу пальцы, видите, а снег начал уже вытаивать, более нескольких дней плюсовых, по днём, видите, вот это вот, а воронка вот она, обратите внимание, может, плохо света, воронка есть, но для груш недостаточно, и это есть мой опыт, я не только хвалюсь, какой я умный, я хочу сказать, вот это, а я, это самое, яблони, я по барабану, а вот эта вот груша, не по барабану, у неё в несколько раз слабее корневая шейка и основание штамма, вот она верификация-то, то есть я посадил, проверил, убедился, видите, и здесь так же, как вот ещё это было чуть выше, вот, если бы у меня не было вот понятия маточного сада, вот, это означает ничего, ну, не то слово, серёж, ничем не надо делать, а теперь поднимаем Ваулина, а он уже свою концепцию, ну, она свою, моей, как я понимаю, я несколько своих фраз в фирме встретил, не поливать, это его уже концепция стала, она пошла уже в науку, а вы, Ольга, тоже наука, а теперь вас, извините, оппонент с ваших рядов, и Мичурина уважает, а что, если, этот, человек, который добился огромного успеха с моими абрикосами, фотографии видели, и деревья плодносящие, и плоды видели, это что, вам не авторитет? Вот, а для этого, Сергей, это что, не верификация, что он продлил повторимый опыт, и пишет, не поливать, не удобрять, не обрезать, не пересаживать, растить только на месте, ну, что, такой же идиот, если за мной теперь это самое, учёный мир теперь, помнишь, как я говорил, за моими плечами теперь, такой человечество стоит, вот, у металлурга за плечами стоит учёный, биолог, ну, что, а, Сергей, убирайте свои слова обратно, и что вы могли иметь в виду, ведь вы наказали, идиотская система верификации, а вот верификация, истинность, посредством опытной проверки, я, когда чё-то делал, тысячу так, садил тысячу этих, привал тысячу этих, удобрял, или, наоборот, не удобрял, и когда я убедился, что перед мной страшная вещь, нельзя его в эту, но я же тоже начинал с того, что губил, я отрезал нижние скелетные ветки, у меня деревья погибали, это же Сибирь, ну, такой же я идиот, может, всё-таки не такой идиот, может, не такой, или о чём это вы, её, может быть, слово верификация, так, до красного словца, типа, смотрите, какие слова-то знаю, а вот это что, верификация, да, я и так без неё знаю, что она теперь там вокруг всё растает, я же так делал, когда хранил эти, я хранил черенки под снегом, и вот так делал, уже всё, кругом чёрная земля была, а здесь так же во льду и были, только заледенели, мне это знакомо, ну, я что, идиот, что ли, гнать корневую шейку, ну, вы можете, это самое, не мне, у них свой сайт есть, туда напишите, про идиотскую систему верификации, она-то свои серебряники получит, люди его тысячи, тысячи, тысячи уничтожат корневой шейки, я для чего это придумал, вот издаля не видно, вот, пожалуйста, только накрыть осталось, снегу поможешь насыпать, и прощай, так, вы знаете, я, наверное, на этом буду заканчивать, а нет, надо было раньше перёх сделать, сейчас, как бы перевести спокойно лад, не, ну, а тот на прошлом этом сказал, что я тупой, а этот сказал, что идиот, вот, конечно, это брата моего, значит, вот кто ты такой, вот, от твоего железа, знать никто не знает, а, конечно, не знает, почему, это даже не значит, что земля круглая, можно прожить, не знаю, вот вы так и живёте, являет для вас плоское солнце вокруг земли, крутится, так всегда было, а кто вякнет, это самое, как Мичурин или Львусенко, воронки поехали, сейчас, смотрите, это ваш уровень, это ваш, вот, фамилию сказать, Кивотов, это не первый мне попадать, сейчас я это, и на этом, наверное, закончу, потому что дальше сложно, 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 вот, сейчас я вам прочту и закончу, как раз осталось 40 минут, вот, как сделать почву хранителем влаги, а, верификатором, а не расточителем её, вся вода, сейчас поймёте, вот, как бы покороче вам сделать, а, чуть, короче, полобзаса пропускать, задача садовода, учтите, к пионерам обращался, уловить всю влагу осадков, сберечь её для растений, хотел бы я знать, как, не дать ей пропасть бесполезно, с этой целью, в саду, вот, сейчас вы узнаете, только за стулья взялись, в саду проводят ряд работ, осеннюю глубокую перекопку почткой, и вот, или так называемый дискальный, осеннюю глубокую перекопку почткой, вы средний сад, знаете, сколько? Ну, хотелось бы иметь десяток на Эмаране, но, говорят, что в опалении 3-4, на пятисотках плотника разместится, сук 40, вот, пять соток, вы знаете, сколько это? Вот, вот он не знал, пять соток, это где-то 10 на 50, так? Солиденько было. И вот глубокая перекопка почт, вы можете себе представить? А ведь это в саду, и каждый год. Пионерам, у нас давно уже старики, они хоть всю жизнь пахали, вот по этим вот самым. Слушайте дальше. Затем снегозадержание. А значит, сколько снегозадержание? Сказать? Это когда, если взять за основу пять соток, это пять соток вытоптать. А вы никогда не пробовали. Вот. Вот снегозадержание, допустим, посоветуйте вот этому человеку. Я всегда думаю, нахера они все это пишут? Ну, давайте снег задерживайте. Трабуйте ногами почву, я жду автора. Помните, как это виллу не надо было? Все пять соток виллу не стыкать. И я чуть не обозвался. Слушайте дальше. Чтобы не дать уйти из воде и сада, способствовать ее всасыванию почвы. А как? Помогай, говорю, только не мое, и она всасется. А с весны до осени, кстати, заметьте, дерна нет. А с весны до осени, внимание, я из-за этого прицепился, с весны до осени, многократное мелкое рыхление почвы и попутно с этим уничтожение сорняков, которые отнимают влагу плодов, как семья. Ведь только бы ему дать лопату, сколько ему лет-то больше было? 40-50, когда он писал. После этого еще много написал. Это 77-й год. И перекопать, а потом многократное с весны до осени. Вы понимаете, это теми разница? Это повторение, и тут те же рисунки. Все тоже, все, все, все. И просветление деревьев, то чего это. Еще сцепился с вами мой брат Юра Железов. Никто никогда не поглядел с этой стороны. А вы сами-то книгу издали, вы сами пять соток лопатой. А в саду сейчас до сих пор, знаете как, если я знаю 50 садоводов, то вот это только одного. А вы пять соток вскопать можете? Вот это тр. А остальных ничего нет, кроме лопаток. Это то же самое, что это, как можно многократное все. На сегодня все. Сдох. Вот. Сколько там самого интересного? Представляете, сколько я должен вам рассказать? Здесь чего-то только нет. Здесь самое это. Вот. Все хотел показать. Вот этому уважаемому Шумной человеку Уважаемому шумной человеку Автор этой книги Так понравился, потому что Рассказывает, как абрикосы выращивают А этот автор этой книги А он-то этого не знает А была видеоконференция Моя видеоконференция Он попросил слово Поквастался, какую он книгу приобрел Одна абрикоса написана А книга-то умная Я не открывал, не знаю Я промолчал, почему Я знаю, что там опять калечат деревья И все такое Автор книги Доктор наук Этот доктор наук Тому самому Туманову Тумановская Ольга Это Тумановцы называется С его канала Написал письмо Если бы он не признался бы правду Ладно бы У меня У доктора наук Автор этот Он назвал фамилию Хоть тут не видно Это я фотографировал с экрана Вот Он назвал фамилию Такие фамилии редкие Они не повторяются Вот Это не одна фамилия Это тоже доктор наук Это он и есть У меня у доктора наук Не доходя Цитирую его Не доходя до плодношения Выпали все 18 сортов форм абрикоса А потом он так же как Тимирязевка Агроном признается Ни одного урожая Нет Нет А саженство Расчит А из чего саженство Если у вас абрикосы А этот то умудряется Я почему его Я его не позорю Фамилии не говорю Но он После него Меня перестала Печатать крупнейшая газета Понимаете Это в каком мире Мы живем Чему ты учишь Я уверен Открою эту книгу Там опять эти лишние ветки И перекопка почвы Все Переходим К следующему этапу Он называется Вопрос и ответ Вот И прошлый раз Вебинар у меня Такой жесткий был Потому что Юра умер Вот И зло берет Что он Выведет Это самое Вот теперь Можно говорить Юрий Алексеевич Ладенков Гениальный садовод А вы что Теперь скажете Ольга А Ничего же не существует Юрия не существует В каком мире Вы живете Для чего Вы живете Для чего Этот Самый Автор Этой книги Написал Что Железова Не может быть Абрикосов Потому что У меня Их не Не получились Книгу Надо Да Знаете Надо заработать Эти Сребреники Нету книги Нету Сребреников А если Книги Написать Этого Не надо Как Ваулин Вслед за мной Написал Не поливать Не удобрять Не пересаживать Не это самое Не резать И книги Нету Ваулина Вот такое Уложилось Вот это Как Книгу Напишет Бедный Александр Юрьевич Ну у него В городе Ящики с абрикосами Стоят Вместо книги А у этого книга А абрикосов Нет А книгу Держит в руках Уважаемый Человек Только Камиль Называть Не буду Вот Жаль Немножко Наивности Ну как же Доктор Новго Разве Может Это Неправду Написать Так Это Время Истекло Мы Остаемся На 5 минут